Девочки, всем привет! У меня куча новостей и до сих пор не получается никак смонтировать мое видео, которое я задумала. Блин, девчонки, извиняйтесь, сегодня опять походу будет... Знаете как? Просто сниму и просто выложу, потому что у меня куча новостей. И опять я ничего не успеваю. Сегодня с 7 утра на ногах. Сейчас опять побегу за Юркой, буквально пришла попить кофе домой. Ой, девчонки, смотрели кухни, была у стоматолога, были в обувном, поэтому сейчас будут покупки карий. Кому интересно, присаживаемся поудобнее, а потом я заберу Юрку и поподробнее расскажу, что мне сказал стоматолог, и что нам сказали про кухни. И вместе с вами послушаем. Пока что я хочу, чтобы вы посмотрели наши покупочки и увидели, что там куча-куча-куча новинок, огромные ассортименты. Поэтому мы там закупились, надо будет потом делать 100% еще заход для меня. Сейчас будут покупки для моего мужа, моей мамы и Юрки, а потом будем делать уже для себя. Потому что я там так и не смогла определиться, что я хочу, потому что, ну как-то, знаете, я все это видела, мне это уже неинтересно, и как-то мне уже это все надоело. И не знаю, мне там понравились босоножки очень сильно на лето, но опять-таки на лето кроссовки, если я так и не смогла подобрать, мне там одни понравились. Но мне надо просто побольше времени, потому что, когда ходишь с мужем, ну это не такое, потому что все вечно подгоняют, плюс машина, и, короче, пришлось мне поторопиться. А так хочется постоять там, повыбирать, посмотреть. Пока что мне там, ну вот, что-то понравилось, что-то нет, поэтому я даже не мерила на себя. Самое главное у меня детей было обутье и вообще показать мужу, что есть такой магазин, карий. И там, как всегда, идет товар 1 плюс 1, то есть 3 товара берешь, 2 получается, платишь, 3 в подарок. Это очень круто. Слушайте, у меня сейчас что-то уши заложило, я сейчас ходила и говорю, как будто себя не слышу совсем, какой-то там отблеск идет. И посмотрите, сколько у меня тут всего. Огромный-огромный пакет, который сейчас будем вместе с вами разбирать и посмотрим, что я там купила, что мы там взяли. И потом, как раз говорю, приду и потом сниму вам, что у нас там сказали. Потому что пока что у меня просто ни времени нет, ни сил уже никаких нет, и реально все тут сильно уставшие сейчас. Ладно, давайте покажу вам, потом буду уже собираться опять бежать. И про садик, как мы ходим сегодня, третий день тоже расскажу, может быть кому-то это будет интересно. Потом в конце, возможно, даже с вечерним уходом посмотрим. И, возможно, сегодня я вот как раз все расскажу вам. Так что смотрите, присаживайтесь поудобнее, я приглашаю вас к себе. Начнем с начала, и то, что это просто огромный мешок. Здесь у нас раз, два, три, четыре пары обуви, то есть в принципе немного. Вышли все четыре пары обуви за три с чем-то. Но меньше четырех тысяч, я считаю, что это очень бюджетно, и потому что обувь реально классная, и нам нравится, по крайней мере. Будем пробовать, мы еще не носили их, мы носили только детские. И посмотрим как раз, что и как, и расскажу потом, пройдет время про качество. Потому что качество, я не знаю, какое там, но надеюсь будет хорошее. Так, смотрите, первая позиция, это кроссовки мужа. Стоили они две тысячи, мы купили за 1499 рублей, он померил, ему, а нет, это мамины кроссовки, слушайте, мамины кроссовки решили заказать, купить. Потому что в Туле они закончились, и она хотела именно такие, называются хамелеоны, они очень тяжелые. И вот так вот они выглядят. Сегодня будет мерить, посмотрим, понравится и не понравится, потому что хотела сделать что-то приятное. Надо было выбрать быстренько третью пару, и мы решили ее взять. Так, на, 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 на Юрку я взяла кроссовки, они как раз шли у нас в подарок, это на Юрку, Максим. На, иди бабушке неси, на бабушке неси, неси. В общем, примерно, я знаю, что 27-й нам был мал, я взяла 29-й, стоит они 1300, говорю, они шли в подарок бесплатно. И вот такие кроссовки супер легкие, очень красивые, лаконичные, серые, не грязные. И мне нравится, как они выглядят. Сегодня будем мерить, надеюсь, они будут как раз, и мы не будем их отдавать, потому что другие реально были малые. И мне нравится, что они такие простые, классные, и шнуровка, конечно, меня смущает, но пускай будет, потому что у нас все такие были. У нас высокий подъем, и из-за этого, ну, не особо удобно. Но у нас уже не первые такие, поэтому надеюсь, что он будет рад. Надо обратно положить коробочку, чтобы он сам себе открыл. И будет рад, потому что сандальки я им пока не выбрала. Потом выберем, и стоят они 1900 рублей. Рома себе взял, кто это, макосины? Да, это макосины, они стоили 2000, грубо говоря, 1900. А продают за 1000-1500. Там и черный есть, и синий есть. Он себе взял 45 размер, просто они немножко маломерят. Очень красивые макосины, но, к сожалению, сейчас цвет не передает. То, что темные цвета у меня очень плохо передают, девчонки. Вот такие черные, синие макосины, темно-синие. Они немножко маломерят, очень хорошо будут дышать летом. Очень мягкий такой материал, приятный. Так и у нас появились макосички для папы. И у нас также появились кроссовочки для папы. Они стоили, девчонки, 1700 рублей. Они шли без акции. Некоторые позиции бывают без акции 1 плюс 1. И их приходится просто так брать. И стоят они уже 900 рублей. Это тоже классные кроссовки. Обычные черные. И вот так вот они выглядят. Самые простые, самые обычные. Но, мне кажется, на лето будет хорошо. И под джинсики, и под спортивные штанишки. Легкие очень, девчонки. Там есть супертяжелые, есть легкие. Вообще есть и сандалии. И полно-полно всего. Поэтому я надеюсь, что он будет рад. Ну, сам выбрал, сам будет носить. И поэтому, можно сказать, на одну проблему меньше. Потому что уже и кроссовки югки выбрал. Вот то, что реально нога жмет, реально уже не влезает никуда. Максим не включил стиралку зачем-то. И уже хорошо. Осталось только сандальки. Говорю, докупите мне что-нибудь докупить. Потому что надо, говорю, мне одной походить. В общем, такие у нас были покупочки. Четыре пары. Мне кажется, это очень круто будет. Проект меньше, чем за четыре тысячи. Плюс хорошие, большие вот размеры. Хорошие, хорошо выглядят. Вы сами видели. Надеюсь, что все будет хорошо. И все будет хорошо носиться. И ничего не испортится так быстро. В общем, девчонки, я побежала. Потом увидимся через там пару минут у вас. Слушайте, еще сейчас я что подумала. Я же больная по коробочке. У меня все позаканчивалось. Вы все знаете. Все мои коробки, которые куда-то ушли. Под расхламлением, под шкаф. Поэтому у меня теперь пополнение коробочек. Потому что в последнее время, где мы брали обувь, они все отдавали в пакетах. И теперь можно спокойненько выбирать себе коробочки, которые мне подойдут под хранение спокойненько. Я очень рада. Плюс там можно крышку вырезать, сделать все, что угодно. Я больная по коробочкам. Вы знаете, теперь у меня будет новая переорганизация. Попыкидываю старые коробочки, которые у меня были. И оставлю новые. Так что видео грядет, скоро будет. Так что давайте тоже будем вместе заниматься. И расхламлением, как вы меня просили. И мотивацией, и так далее, и так далее. Пока что, вот говорю, у меня жизнь как идет. Я сама замучиваюсь уже. И поэтому не получается. У меня все так быстро сделается. Но вы тоже поймите. Это жизнь. Девочки, наконец-таки я готова говорить. Потому что прошло целое действие видео. Это просто какой-то кошмар. Я сегодня дико уставшая. Дико уже отрубилась спать. Просто сегодня какие-то бешеные супер дни. Сейчас я немножко себя сделаю. Сейчас буду делать вечерний уход. Заодно с вами все расскажу. Потому что мне буквально не хватает на это времени. Все дни вот эти вот, как белка в колесе. Просто носишься по всем местам. И забираешь Макса. Давайте начнем с Макса. Поговорим, что у нас, как дела. Потому что мы начали водить его в садик. И сегодня был четвертый день. Завтра у нас выходные. Хочу вам сразу все рассказать. И чтобы потом было проще. В общем, сегодня четвертый день. Как мы его водили. Сегодня пятница. И он очень сильно плачет. Он очень сильно переживает. Я его также вожу на час. Где-то полдевятого я его привожу. Забираю в десять каждый раз. И уже они ходят на прогулку вместе. То есть они выходят на прогулку. Можно сказать, я их забираю. Он там не кушает, не пьет. Когда я его забираю, вечно там голодный. Вечно хочет пить. Вечно я его сразу же допаиваю, докармливаю, как могу. А так, в принципе, с каждым днем. Я так поняла, что становится все лучше и лучше. И это очень круто. Потому что я очень сильно тоже переживала. Как он там будет. И когда второго ребенка отдаешь, все равно это проще. Мне спрашивали такой вопрос. Как, с какого возраста берут? Берут с год и восемь. Год и семь. Спокойно берут всех в сад. Вообще не разбираясь. Кому-то надо из родителей на работу выходить. Они тоже все это понимают. Мы также приходим в памперсах. Поэтому насчет этого, мне кажется, никаких вопросов нет. И намного проще, на самом деле. Так. И сказали, что со следующей недели можно будет приходить до обеда. Там часов до 12 я буду где-то забирать. Естественно, я на телефоне. Естественно, если что, я прибегу. А так вот, знаете, как я проводила все это время. Я его отвела. Пришла, попила кофе. Там максимум сходила в магазин за продуктами. И обратно бежать. То есть, я ничего не успевала. Естественно, естественно. Но как-то стал проще со мной. Потому что и погулять. И сразу мы начинаем все вот это вот прогулки после садика обязательно. И, ну не знаю, пока что я ничего не успеваю, чтобы там лишнее что-то сделать. Вообще никак. Так, по поводу стоматолога. Я хотела сказать то, что я была у него. Была у него вчера. Это был четверг у нас. У вас уже там субботу, понятно. Вы смотрите, ну я была у стоматолога. Была у хирурга-стоматолога. То есть, не обычного, который ставит пломбу. А именно у хирурга, который снимается удалением зубов, который мне резал тесну в прошлом году. Грубо говоря, тот же самый врач. Но врач другой. Но специальность та же. Та же самая больница. Я пришла к нему на консультацию. Спросить, ну что, будем удалять, не будем. То, что у меня лезут, у меня болят. Кстати, у меня прошла боль. У меня прорезывалась тесна на днях. И она порвалась. И от этого, мне кажется, прошла боль. И какой-то фактор роста закончился. Я спрашиваю, нужно удалять, не нужно удалять. Потому что, я говорю, не замучили. Я уже не могу есть, не могу жить. Как-то мне постоянно больно. Постоянно обезболивающих. Он мне сказал, что все у меня хорошо. У меня все очень хорошо растет. То есть, никаких проблем нет. Растет ровно. И сказал, что удалять нет смысла. Надо все-таки, если буду удалять, то только под свою ответственность. Сам он мне на это разрешение не дает. Говорит, что зачем здоровые зубы удалять. Я говорю, что они мне поведут весь зубной ряд. Как можно не удалять? Он говорит, ничего не поведет. Все будет нормально. У тебя, скорее, шестерки посыпятся. Чем у тебя с этим зубом будут какие-то проблемы в дальнейшем. Потому что зубы удалить не проблема. Вот, установить их, если что, проблемы. И пока что растет ровно. Говорит, пока ходи с ним. И если вот как-то будет очень сильно больно, принимай обезболивающее, как я это делала, получается. И полощи рот. Больше ничего не надо делать. И я пока что решила оставить. Пока что решила. Но пока не болит. Потом Петя болит, скажет, что опять мне обезболивающее пробивать. Короче, сказал, что пока что под свою ответственность не надо. Есть пломба, надо делать. Но у меня не было времени, чтобы записаться опять на прием. Пойти во вторую смену. Потому что мне там и Юрку забирать, и Максимка. И какие-то свои дела были. Поэтому, девчонки, я решила пока что повременить. Я сказала, что приду к вам также через год. И мы потом с вами еще раз поговорим. Он сказал, окей, приходи через год. Он мне уже прописал. Он рассказал, что мне надо делать. Чтобы после этих дней должно быть 7 дней. Чтобы я была выспавшаяся, отдохнувшаяся, наевшаяся. Только сразу удалять, приходи без каких-то разъяснений. Я еще просила очень сильно у него снимок, чтобы он мне сделал. Чтобы этот РКТ. Что-то такое. Я думаю, вы знаете. И он мне сказал, что никаких снимков. Я все прекрасно и сам вижу. Не первые мои зубы. Он такой в возрасте. Такой тоже с юмором. Со своим характером, чтобы вы понимали. И сказал, что удалять не надо. Ей снимков никаких не надо. Единственное, надо подлечить пломбы. Но на это тоже надо время. Поэтому пока что я успокоилась по поводу того, что мне не надо удалять зубы пока что. И пока что живу. Он мне там что-то поковырял, посмотрел и отпустил. Сказал, что вот если будет сильно беспокоить, тогда приходи. Если нет, то нет. Так, с этим вопросом решили. Я это рассказала мне уже. Я извиняюсь. Просто сейчас реально все время живу, живу, живу. И вообще нет ни на что времени. Просто выжатый лимон постоянно в бегах, постоянно все делать. Поэтому, девчонки, сегодня такой у меня видосик. Мне еще видео, говорю, готовое, которое я стала только озвучить. Но я думаю, что вложек я выпущу раньше. Плюс у меня стоит посылка, которая до сих пор не распакует. Мне аж стыдно, девчонки. Правда, бывает такое. Так, сейчас я почищу зубы. Сегодня купила Юрке еще пасту с Максимкой. Вот такую же, только с яблоком. Колгейт. Хотела сплатно. Что-то подумала, что там вкусы какие-то. Киви, какой-то не киви. Завтра у нас 15 число. Надо не бежать. Магнит косметик. Будут скидки у нас. Я хочу себе купить фильтры для воды и щетку. Максимке хочу купить. Ну, что, по акциям, я думаю, вы понимаете, было. Короче, надо закупиться. Так сделать маленькую ревизию. Потому что фильтров у меня давным-давно нет. Все, позаканчиваю. Что-то штук пять купить, чтобы были. Потом менять ходи периодически. Девчонки, раз мы собрались с вами вместе с уходом. Хочу показать щетку Хапика. Мне она очень сильно нравится. Чищу ей каждый день два раза в день. Мне там Максимка пришел атаковать. В общем, чищу два раза в день. Обалденная щетка. Мне она нравится. Не вызывает крылоточивость. Она мне как раз для крылоточивых десен. И мне она реально очень нравится. Такая нежная. И хорошо очищает вот эту пасту. У меня почти закончилась. Буду повторять однозначно. Которая в составе, скорее всего, имеет соду. Мне спрашивали, как у тебя зубы так немножко побелели. Не знаю. Возможно, не сильно кажется. Короче, я использую именно эту пасту. Закт. Мне она нравится. Она просто шикарная, девчонки. Так, потом мы срамы сходили в каре. Купили, говорила. И говорила, купила обувь. Дальше, дальше, дальше. Девчонки, все в голове запуталось. Так, мицеллярная вода. Все убираю. Потом были в каре. Купила обувь. Показала. Потом. Мы пошли смотреть кухни. Хотели пойти посмотреть на какой-то один адрес, который у меня был на авито. Но надо было заранее позвонить, потому что он больше не работает. И мы пошли смотреть по таким, знаете, салонам, где кухня, мебель встроенная. Вот это вот все продается. Мы были в двух местах. И нам озвучили, слушайте, девчонки, от 40 до 50 тысяч. Самый-самый. Максим, привет. Самый-самый бюджетный модель. И поэтому мы подумали сначала нормально, что там можно взять и в рассрочку, там по чуть-чуть переплатить. Нам, короче, озвучили от 50 тысяч. Я думаю, блин, что делать? Потому что реально это очень дорого за кухню. Потому что нам еще делать и стены, и полы. Короче, это очень дорого. Поэтому, девчонки, я сегодня выспалась. Я сегодня в хорошем расположении. Говорят, днем поспала, там часа три меня просто выстегнула, вырубила. Это просто какой-то кошмар. Это неправильно. И, в общем, мне пришла в голову идея, пока я спала, залезть обратно на Авито, чтобы я там посмотрела. И пришла идея посмотреть на Авито, как я тогда лазить, посмотреть, что там и как там. И, короче, залезла, девчонки, прям вот как проснулась, сразу туда полезла, посмотрела. Мне понравилась одна кухня, которая стоит 2 метра кухни. Нам надо определиться 2 или 2,40. Вот, держи. Нам надо определиться 2 или 2,40 братья. Я думаю, завтра будем в кухню замереть, смотреть, обзванивать. И она стоит всего, девчонки, 18,500. То есть нам так и надо было, чтобы нам, ну, мало того, что столько стоило. Это интернет-магазин именно на Авито. И доставка на дом идет, оплата после получения. Короче, мы хотим завтра позвонить, узнать. И если что, естественно, будем брать тут, если что-то не подойдет. А вообще, вообще, я хочу взять вот на Авито, говорю, супер бюджетно, пускай она будет уже готовая. Доставка от 2 дней, а там, где мы хотели за 50, думали, там доставка идет 2 месяца. Девчонки, представляете, как это долго ждать? И поэтому мы решили, мы решили пока что завтра дождаться, потому что сейчас уже ночь. И поговорить, договориться, вот узнать вообще, как это все делается. И, возможно, блин, закажем в кухню. Че, сразу все заплатим, сразу вообще даже не переживая. Это будет, мне кажется, очень круто. Потому что, потому что, девчонки, это реально огромная экономия будет, минимум в 2 раза. И огромная, как бы, выгода. И мало времени, и кухня уже готовая, такая приличная. Не супер, так, не супер навороченная. Вот прям как нам надо. Если что надо будет, сами выпилим. И, мне кажется, вообще проблем никаких не будет. И я, короче, очень довольна, что догадалась до этого. Потому что тогда что-то мы подумали, что вот пойдем мы по этим магазинам. Ну, по магазинам, естественно, мы аренды все намного дороже. Плюс долгая изготовка. Поэтому мы решили так попробовать. Попробуем. Завтра я все расскажу. Завтра я все расскажу, все узнаю. Поэтому, девчонки, вот такие у меня новости. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Вроде все рассказала. Я не знаю точно. Вроде все рассказала. В общем, девчонки, такие у меня дела. На этом я буду с вами прощаться. И мы увидим совсем скоро. Мне как раз выйдет видосик новенький. Обратно возвращать. То, что у меня реально замутано из-за этой недели. Все вообще ужас какой-то. Я уже находилась. Я прихожу, мне ноги трещат. Вы смотрите, я стою в 7. Я ухожу в 8, грубо говоря, да, с детьми, пока их собрала, пока одела. В 8 я ухожу. И вот так вот бегаю, бегаю, бегаю до 5 часов вечера. И буквально там дома полчаса провела, кофе попила и опять побежала. Естественно, в таком ритме, блин, никто не отдохнет. Никому, естественно, от этого нормально не будет. Естественно, там уставшие. Я уже с утра накрасился, побежала. Везде даже в серпло, понимаете, не смотрю. Я выходила домой как черт какой-то вообще. Все поплывшие. Это просто какой-то кошмар. Надо мне немножко восстановиться. Завтра в выходной как раз это и сделаю. Но опять нам надо по магазинам, но уже в садеб не идти. Уже на одну проблему, скажите, меньше. Еще мне надо по ликмахерской сбегать. Я хочу Юрку туда отвезти. Еще мне нужно Юрки сандалии накупить, Максимки сандалии закупить. Себе обувь закупить. Потому что я себе все никак не могу выбрать. Мне нравятся модели, которые стоят без скидки. Они там идут за 3 тысячи. А другие какие-то не такие. Я хочу все-таки что-то подешевле выбрать. Много выбрать. Хочу сандалии. Очень мне там понравились сандалии. Очень хочу всего такого взять. Но это уже как будет у меня побольше времени, чтобы я, наверное, пожалуйста, была одна. И, в общем, девчонки, такие дела. На этом я сегодня с вами буду прощаться. Всех обнимаю, всех целую. Спасибо, кто был со мной, послушал мой трындеж. Потому что это какой-то ужас, сколько я трынджу. Но иногда надо, потому что у меня дела реально очень много. Моментов очень много. И надеюсь, что завтра у нас все наладится. Поэтому держите за нас пальчики и кулачки, как говорится. И, короче, будем с вами прощаться. Завтра увидимся уже. Я возвращаюсь. Надо времени уже брать себя в руки. Потому что реально вот время мой главный враг. Которого всегда не хватает. На этом я буду с вами прощаться. Всех обнимаю, всех целую. Увидимся совсем скоро. Всем пока-пока.